Канарский треугольник или джентльмен с Йорком из отеля Вилла Кортес. Часть первая. Солнце плавно опускалось в океан, разливаясь темной медью в синюю воду и создавая, казалось, неповторимую по своей красоте картину, автором которой был сам Господь. Однако пришедшие посмотреть на завораживающее представление в небольшой рыбацкий порт Лас-Галетас, что на юге острова Тенерифи, немного вдали от известной туристической зоны с протяженными пляжами и шумными барами, туристы и местные жители знали, что красивейшие закаты на фоне небольших лодок и прогулочных яхт скорее обычное зрелище, чем случайное прекрасное совпадение явлений и красок для этого места. Я сидел за маленьким столиком в мексиканском ресторане прямо на берегу океана. В воздухе растворились запахи жареной на гриле рыбы, выброшенных на берег во время прилива водорослей. Пахло различными специями, кукурузными лепешками, а также кофе и корицей. Передо мной стоял изящный прозрачный бокальчик с барракита, вкуснейшим канарским кофейным напитком, в котором слоями добавлялись, не перемешивая, кофе, сгущённое молоко, кофейный ликёр, а также цедра лимона. Справа, в двух метрах от меня, начинался небольшой местный пляж, который уходил из Гигабам-бухты к посёлку Фрали. Слева, в нескольких шагах, уютно разместилась местная набережная с различными ресторанами и барами, предлагающая недорогую, но качественную еду по вполне приемлемым ценам. А впереди, за нависающим над водой уютным ресторанчиком, в котором вечерами играла живая музыка, можно было потанцевать в компании улыбчивых и обеспеченных европейцев, предпочитающих встретить старость на острове. Они в холодном и шумном Лондоне, Брюсселе или Париже. За помещением рыбацкого кооператива, поставляющего на местный рынок и в рестораны свежевыловленного тунца, марлина, макрель, барракуду, сардины, мурену, осьминогов и вкусную рыбку веху, уже располагался порт с бело-голубым административным зданием и тремя-четырьмя десятками различных судов. За спиной меня проходила дорога и начинался сам рыбацкий поселок Лас-Галетас, который за прошедшие годы превратился из крохотной деревушки, где жили исключительно рыболовством, в приличный населенный пункт с католической церковью, школой, культурным центром, ресторанами, магазинами, мини-отелями и своим африканско-европейским провинциальным колоритом, привлекающим круглый год клиентов из разных стран. Над головой у меня нависло темно-серое африканское небо, которое теряло с заходом солнца свою синевую чистоту, а под ногами развалился мой любимый пес Мартын, верный друг и попутчик, не позволяющий скучать в любое время дня и ночи и скрашивающий мое одиночество своей любовью и преданностью. Несколько лет тому назад именно на этом пляже мы увидели забавного щенка, йокшерского терьера, который смешно и энергично копал песок. Я даже заснял его тогда на видео, а потом на глаза попалось объявление о продаже щенка, и мы с тобой приехали его посмотреть, и сразу же влюбились в эти глазки. В них нельзя было не влюбиться, а теперь, когда я снова остался один, он стал за меня, для меня гораздо большим, чем просто собака. Солнце скрылось в океане, и сразу стало темно и прохладно. На острове в январе быстро темнело, восход приходился на 8 часов, а где-то в половине седьмого огненный шар снова прятался за горизонт до утра, уступая место звездной африканской ночи. Именно зиму я больше всего любил на острове, справедливо полагая, что таких уникальных климатических условий в это время года, тем более в совокупности с прекрасной экологией и натуральными продуктами, с возможностью купаться в океане, температура которого достигала 18-21 градус, при дневной температуре 21-25 градусов и ночной в 16-18 градусов, что позволяло совершать прогулки в комфортных для организма условиях и радоваться окружающему миру. Нет больше нигде на нашей огромной планете такого климата. Раньше мне казалось, что португальская Маадейра обладает схожими достоинствами и преимуществами перед другими райскими уголками земного шара, но, внимательно присмотревшись, я заметил минусы, которых на Тенерифе не было. Довольно прохладная зима и, соответственно, невозможность купаться круглый год, повышенная влажность и сырость. Там случаются наводнения, а гористый ландшафт не особо удобен для пеших прогулок, к которым я уже давно пристрастился. Да и транспортное сообщение с материком, на мой взгляд, организовано хуже. Аэрофлот туда не летает и удобных стыковочных рейсов мало. Сама Мадейра мне понравилась для отдыха очаровательная, интересная, предложение для индивидуального и понимающего туриста, а соседний остров Порто-Санто с его потрясающими пляжами, возле которых зреют виноград и арбузы, и интересная история, где нашлось место даже Колумбу, просто очаровал и возбудил давнее желание прожить вторую половину жизни в гармонии с природой и подальше от суеты и шума больших городов. Был промежуток в несколько лет между моим первым и вторым посещением Тенерифы, боясь разочарования после первого восторга, вызванного не только чудесным местом под солнцем в окружении Атлантического океана, сколько влюбленностей и отдыхом, похожим на медовый месяц. Я долго планировал повторную поездку, но по различным причинам откладывал. А когда прилетел, то понял, что зря боялся разочарований. Все повторяется и восторг, и встреча, и любовь. Только надо идти вперед, не стоять на месте, предаваясь только воспоминаниям, дышать полной грудью и жить, а не существовать. Я жестом подозвал официанта. В ресторане произошло ошивление после захода солнца, как будто пришедшие гости стеснялись есть и пить при солнечном свете. Как некоторые стесняются заниматься любовью, вполне возможно, за этим кроется другая причина. Ночью проще скрыть все недостатки процесса. Тенерифе – это остров вечной весны, об этом знают все. А весна всегда у нас ассоциируется с любовью. Несомненно, что это притягивает на остров влюбленных младоженов, а пожилые супружеские пары, идущие под солнцем, держась за руку, позволяют предположить, что счастливыми на острове можно быть в любом возрасте. Теплое зима и нежаркое лето способствуют продолжительности жизни и позволяют сохранить чувство надолго. Располагаясь в Африке, на той же широте, что и южная часть королевства Марокко, до которого намного ближе, чем до материковой Испании, Канарские острова являются своеобразным оазисом, где нет резких колебаний температур между зимними и летними месяцами. А дневное и ночное время, а северо-восточный посад приносит свежесть и гонит облака, позволяя передохнуть от яркого солнца. Здесь нет таких невыносимых летних температур, как в Мадриде или Севилье, когда столбик термометра поднимается за отметку 40, и кажется, что палящее солнце может расплавить все, и долгожданный отдых превращается в настоящий кошмар. А часто жертвы в жаркую погоду увеличиваются в несколько раз по сравнению с обычными днями, что скрывается властями, опасающимися спада туристического потока, ведь миром правят деньги. Случается, что на острове дует сухой южный ветер, его называют калема или леванты, которые приносят мелкий песок сахары и повышают температуру, но это длится недолго и вносит определенное разнообразие, пусть и негативное, в этот благоприятный, спокойный, солнечный мир. Дожди тут случаются довольно редко, особенно на засушливом юге, который находится вроде недалеко от субтропического севера, где намного прохладнее, растительность бурная, как в Сочи. Поэтому капли с неба воспринимаются как долгожданное явление и радуют природу и жителей, но этого не разделяют туристы, приехавшие на 10 дней отдохнуть и позагорать. Пляжи на острове замечательные, но любителям Турции, Египта и Таиланда не стоит рассчитывать на то, что за пару евро тут кто-то бросится исполнять, развлекать вас и окружить заботой и вниманием. Отдых тут европейского уровня и ценовая политика соответствующая, даже несмотря на то, что острова являются беспошлиной зоной, а продукты и алкоголь тут стоят намного дешевле, чем на материке. Легкость и простота, с которой живут тут люди, удивляет и поражает, а в совокупности с климатическими условиями, прекрасной экологией и возможностью круглогодично плавать в океане приводит к тому, что 8 из 10 посетивших остров людей навсегда влюбляются в него, а половина мечтает сюда переехать, что совсем непросто, учитывая, что остров небольшой, а желающих очень много. Недвижимость и земля в туристической зоне стоят больших денег, а счастливые владельцы апартаментов, таунхаусов и вилл, стоимость которых начинается от 100 тысяч евро и для домов легко достигает миллиона, одеваются удобно и просто, ездят на обычных недорогих машинах, что непонятно обеспеченному русскому человеку, желающему блеснуть чешуей на последние, что свидетельствует определенном международном сообществе, проживающих тут людей, овладевших искусством жить применительно к современному обществу. Отношение ко всем без исключения национальностям более чем хорошее и уважительное, а сами местные жители, живущие, как правило, в горах, где цены на жилье гораздо ниже, очень приятные религиозные люди, намного мягче и спокойнее, чем жители материка. Проживающие на острове африканцы ведут себя прилично и соответствующие общим правилам поведения, а нелегальных мигрантов, которыми сегодня кишит сытая Европа, с их агрессивным и вызывающим поведением, тут нет. Очевидно, потому что работы на острове едва хватает на всех. Полгода назад я с удовлетворением наблюдал, что нет их и в любимой мной Юрмале. Латвийские зарплаты значительно меньше, чем пособия в Германии, Франции, а прохладное Балтийское море и довольно низкие зимние температуры не радуют восточных искателей лучшей жизни. За несколько дней, проведенных в Юрмале, я еще больше полюбил эту атмосферу красивой русской деревни, которая существует только о мечтах. Если бы не Тенерифи, то, возможно, я бы отдал пальму первенства для длительного времяпровождения, а точнее счастливого проживания Юрмале, несмотря на разжигаемые властями негативные моменты, я не заметил никакого проявления обид в отношении между людьми, а русскоговорящая аудитория, ощущения дома, мне были очень важны. Тенерифы – это самый крупный из Канарских островов, с территорией в 20 тысяч, более чем в 20 тысяч квадратных километров, до Северной Африки всего 100 километров, до Испании – около 1350 километров. И если Бог создал это чудесное место именно здесь, таким непохожим и удивительным, значит, в этом есть скрытый смысл и пророчество. В своих трудах и в свое время о затерянных в Атлантическом океане островах писали Синека, Платон, Деодор и другие древние историки, основывались на рассказах мореплавателей. Острова считались пристанищем богов, райским местом, таинственным и благодатным. До сих пор большой загадкой острова является происхождение первых людей архипелага – Гуанчи, что на их языке означало «человек», которые, предположительно, заселили остров 3000 лет назад, но, несмотря на близость Африки, были высокими, голубоглазыми и рыжеволосыми. Они, дети вулканов, верили, что являются единственными людьми, выжившими после всемирного потопа, что, очевидно, послужило основанием для легенд, что Гуанчи были атлантами низшего сословия и спаслись потому, что пасли скот высоко в горах, а Канарские острова являются вершинами ушедших под воду древнего континента Атлантиды. Вряд ли нам стоит рассуждать о том, имеет ли эта версия под собой твердую основу. Мы, пришедшие на короткое время, не знающие, что сегодня происходит не только за Кремлевской стеной, но и не обладающие полноценной, не искаженной средствами массовой обработки общественного сознания информации о происходящих событиях в жизни города и поселка, до сих пор не знающие, не изучившие толком электромагнитное поле, множество явлений природы, но примерившие на себя по глупости шапку ее хозяина, не умеющие построить приличное общество для всех граждан, основанное на морали и нравственности, равенстве всех перед законом и социальной справедливости, лилипуты в стране невидимых великанов, часто забываем, что за нашим кругозором, что нашим кругозором не ограничивается мироздание, а оно только начинается. В подтверждение рассуждения ученых-мужей об Атлантиде можно добавить, что существование на Тенерифе пирамид, подобно пирамидам цивилизации майя и ацеков, а кроме того, на острове Эльера найдено огромное количество наскальных рисунков. На Фуэрто-Вентуре существует руина каменной стены, а на Гран-Канаре удивительные пещеры, и вряд ли мы найдем объяснение этим загадкам, не умея разобраться в делах насущих. Не стоит лезть и в Божье.